Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы посетим один из открывшихся проектов, который называется Кавказ.РП, расположенный на мультиигровой платформе RageMP. Ну и соответственно на базе игры GTA V. Открытие данного проекта произошло 1 июля этого года. Ну вот интересно, что сейчас идет разработка и тоже планируется скорое открытие роли-плей игры Кавказ.РП, но только на базе игры Arma 3. Не знаю, как-то связаны эти два проекта или нет, или просто совпадение, что в одно и то же время открываются два проекта на разных платформах, в разных играх с одинаковым названием. Кавказ.РП. Ну, сейчас мы будем рассматривать Кавказ.Роли-плей на базе игры GTA V. Ну и естественно в меню персонализации создаем подходящего нам персонажа. Заходим в игру, не будем обсуждать долго про это меню персонализации. Почему-то мне кажется, что за основу была взята сборка Red Edge, но я в этом не уверен. Как говорится, это не точно. Ну, мы появляемся на проекте. Место появления выбрано вот этим вот образом, как вы сейчас видите. Это просто какое-то здание, я не знаю, что это такое. Это просто здание, возле которого мы появляемся. То есть, никакого там приехал на автобусе, на автовокзале или в аэропорту здесь нет. Просто выбрана вот какая-то точка. Ну, отсюда мы и будем начинать свое существование. А для того, чтобы хотя бы понять, где мы находимся, надо начинать данный обзор с карты. Карта выглядит вот таким вот образом, и вы можете заметить, что есть огромное количество долларовых значков. Здесь везде рассыпаны бизнесы. Я уже показывал как-то один из проектов, где тоже было огромное количество таких вот вспомогательных бизнесов, которые вы можете приобрести. Сейчас по дороге к мэрии мы зайдем в один из них и посмотрим, как это выглядит. Ну, и начинаем. Здесь стоит бот. Но никакой линейки квестов и ознакомления с проектом здесь нет. Это просто аренда скутеров. В общем-то, вот и все. Что делать, как действовать, ну, все зависит от вас. Никто вам здесь ничего подсказывать не собирается, видимо. Ну, что ж, арендуем скутер. Вот такое вот появление скутера у нас получается. Ну, и дальше, наверное, скорее всего, да и не наверное, и не скорее всего, а точно надо, наверное, поехать в мэрию. Так как, ну, понимания, что надо делать, вообще никакого нет. Проект не знакомит вас с тем, что здесь есть, и вообще никакого пояснения нет. Поэтому, ну, исходя из логики, надо съездить в мэрию. К тому же, я здесь услышал от одного из игрока, что в Дискорде написано, что надо устраиваться на работу именно через мэрию. Ну, а как я и обещал, по пути в мэрию, вот мы остановимся и посмотрим, как здесь выглядят вот эти вот вспомогательные бизнесы. То есть, они разбросаны везде, вот просто весь проект, он там вдалеке, вы можете увидеть точно такой же значок, горит, эти все бизнесы можно покупать. Здания с бизнесами, и они глухие, они без взаимодействия, никаких, вернее, механик управления бизнесом тоже нету. Это просто вот такой вот вспомогательный. То есть, вы покупаете его, и через какое-то время там вам приходит денюжка, как я и сказал, вспомогательный бизнес. Ну, а далее идем в мэрию. Опять отсыл к редейджерской сборке. Мэрия глухая, она не прорисована, есть телепортация вот в такое вот помещение. Но здесь нас ждет разочарование. Кроме как покупка лицензии на оружие, здесь больше нету вообще ничего. Что дальше делать, как развиваться, чем заниматься, да хрен его знает. Но надо сказать, что проект достаточно простой, поэтому никаких затруднений у вас не будет. Ну, а мне же пришлось перезайти, потому что, как вы можете заметить, в правом нижнем углу забагалась панель, как принадлежащая меню персонализации. Она так и висит. Чтобы она исчезла, нужно перезайти. Да и в целом, перезаходить придется еще неоднократно, потому что проект достаточно сырой и очень-очень нестабильный. Но это мы еще увидим. Вот таким вот образом оформлено меню, когда вы входите. Ну, проект называется Кавказ, поэтому все оформлено так вот в кавказской стилистике. После перезахода я сталкиваюсь с другими трудностями. Во-первых, то же самое, что я обычно бомблю на других проектах, которые тоже вот так вот сыро открываются. Нету точки аренды. Вообще нету точек аренды. Что делать, тоже абсолютно непонятно. Куда идти, чем заниматься, как развиваться, с чего надо начать, ни хрена не понятно. Пытаюсь разобраться через телефон или через планшет, который здесь есть. Вот таким вот образом выглядит телефон, но он абсолютно не информативный. И что здесь вообще за иконки набиты, я не понял. Единственное, что я понял, можно телепортировать свою машину прямо туда, где вы стоите. Ну, я такое уже показывал на каком-то, по-моему, на Антарисе что ли такое было. Но не уверен. Есть планшет, но в планшете еще меньше информации. И он вообще выглядит вот таким вот образом. Есть статистика, можно написать жалобу, да и в общем-то и все. Опять, ни пояснений, ничего нету. Как дальше жить, непонятно. Ну, надо понять вообще, где мы находимся. А мы находимся возле мэрии. Куда нам ехать? Я хотел поехать в автошколу. Но автошколу вынесли вообще на другой конец карты. То есть в Палета Бэй. А как до туда добраться, не объяснили. Вот здесь находится школа для того, чтобы получить права. Там же есть, кстати говоря, и аренда. А вот там, где я нахожусь, ключевая точка, мэрия, аренды нету. Я начал смотреть вообще, где они есть. А их всего три на карте и две за картой. Для чего это сделано, как это сделано, я хрен его знает. Вот что вот это за точки, которые находятся в море. Я не понял вообще, что это такое. То ли автор забыл расставить арендные места, просто кинуло как попало. То ли это перенесено с другой сборки, я не знаю. Но в общем, с арендой здесь полная жесть. Куда бы вы ни пришли, аренды вы не найдете. А, минимальная стоимость машины 150 тысяч. Но к этому мы вернемся чуть позже. А пока начнем какую-то трудовую деятельность. Чем заниматься, с чего начать, как я уже и говорил, хрен его знает. Я пошел, найдя на карте ближайшую точку трудоустройства. Это была строительная площадка. Выглядит вот так вот и находится ближе всего к мэрии. Но придя туда, я понял, что оказывается здесь есть уровень, который не позволяет мне здесь работать. Ну и в дальнейшем надо сказать, что даже получив уровень, данная точка работает через раз. Но это уже относится к нестабильности этого проекта. А про нестабильность можно говорить, наверное, часами. Я не знаю, как будет в результате картинка на YouTube. Но несмотря на то, что хороший FPS, я бы сказал, даже очень хороший FPS, постоянно идут подергивания. Я не знаю, действительно, что будет в результате. Но вот очень нестабильный проект. Очень нестабильный. Но этого мы еще, как я сказал, коснемся. Ну а тут я выяснил, что мне, оказывается, нужен второй уровень. Опять, как об этом узнать? Да вот хрен его знает. Настолько неинтуитивный и неинформативный данный проект. Но есть вторая точка, которая находится на удалении, но тем не менее, есть еще одна строительная площадка. Двигаемся туда. Двигаемся, естественно, пешком. Авторы вообще никак не позаботились о том, как вы будете здесь существовать, как вы будете здесь передвигаться, куда вы будете передвигаться. Вообще никакой ни информации, ни помощи нет. Но приходим на следующую площадку. Здесь уже стоит NPC-шка. В отличие от первой, где стоял просто. Может быть, даже та точка, где мы сейчас были, может и не работает. Но вот тут хотя бы начинается какое-то понимание того, что происходит. Ну а происходит здесь следующее. Есть два уровня прокачивания. Level и Experience. Level прокачивается, как и обычно, по времени. Сколько времени вы проводите на проекте, и прокачивается ваш уровень. И второй, это сколько вы тратите рабочих часов, ну и вообще занимаетесь какими-то занятиями. Ваш Experience повышается. Таким образом, можно прокачивать какое-то определенное рабочее занятие. Здесь есть три. Плотник, сварщик и, по-моему, отбойный молоток. Данный скрипт я уже показывал. Не знаю точно, кому принадлежит этот скрипт, но я его буду называть Детнетовский, потому что я его увидел первый раз на сборке Детнет. И потом над этим скриптом очень многие издевались. Издевались, причем и вот на этой локации. И я говорил еще неоднократно в своих видео, что первую точку надо ставить возле лифта. Я уже показывал это. И смотрите, здесь стоит первая точка возле лифта. Видите? И даже на мини-карте есть сам лифт нарисован. То есть сначала надо пойти сюда. Повторюсь, что я уже показывал этот скрипт, как он был сделан, но там было не понять, куда бежать. Здесь все понятно. И даже есть, смотрите, такая вот анимированная как бы панелька лифта, да? Но здесь идет другой момент. А чего нажимать-то? Вот что нажимать? Я здесь разговаривал с друзьями, которые тоже здесь играли. Никто не может понять, что здесь надо нажать. Ну, нажимайте, что хотите, но ничего не произойдет. По логике вещей, да, верхний этаж, что надо дожать последний, 49-й, но ничего не произойдет. Я так начал наживать 49-й, 48-й, 47-й, что я только не нажимал. Как всегда, сделано красиво, но выполнено через ругаться не хочется. Оказывается, на этом пульте работают всего две кнопки. Один и два. Ну, как бы первый этаж и второй этаж. Хотя ни на первом, ни на втором этаже вы не появитесь. Вы появитесь, хрен знает где. Но, тем не менее, работают всего две кнопки. Один и два. И вот пока вы до этого не догадаетесь, что нужно нажать либо один, либо два, а потом смыкающиеся стрелочки, да, ну, вот как в лифте закрывания дверей, вы никуда не уедете. Я очень долго стоял, психовал, не понимая, что это делать. И не я один. Мы потом еще на строительной площадке с человеком ржали над этим, что, ну, действительно, ну, кто так делает? Ну, кто так делает? Что нажимать-то? Кто так делает? Ну, ладно, в результате все-таки мне удалось подняться то ли на второй, то ли на первый этаж. Я хрен его знает, как оно здесь распределено. Опять повторюсь, что задумка прикольная, исполнение, ну, просто через зад. Просто через зад. Ладно, выдвигаемся на строительную площадку. И вот на строительной площадке начинается самое приятное. Я начал с того, что начал говорить про этот скрипт, что он уже использовался неоднократно, я его показывал, и на этой же самой локации выполнен точно-точно так же. Через лифт поднимаешься, но только там, где я показывал, все действия происходят с разницей в четыре этажа. То есть, один маркер загорается на четвертом этаже, вы бежите, стучите молотком, спускаетесь вниз на четыре этажа, начинаете варить, следующий маркер загорается через четыре этажа кверху, в самом конце вы бежите туда, начинаете бить отборным молотком. Я это уже показывал, сейчас вот ссылочки здесь повыскакивают на те проекты. Здесь же, заметьте, выполнено, ну, все самым лучшим образом. Во-первых, это одна плоскость. Вам не надо менять этажи, не надо менять этажность, не надо бегать очень много. Маркеры расположены очень близко друг от друга. Иногда просто даже в сантиметрах друг от друга. То есть, прокачка проходит очень быстро. Никакого напряга здесь нету. Сделано все очень здорово. Всего девять маркеров. То есть, даже и разбег этих маркеров, вот, кстати, сейчас вот вы видите, да, я постучал, мне надо просто зайти за стену с другой стороны. И такое случается очень часто. Единственное, что портит картинку, есть один маркер, который стоит, ну, грубо говоря, в чистом поле, да. Вот этот маркер. Он загорается очень часто. И здесь мы стоим и стучим в воздухе. Ну, это опять потому, что почему-то разработчик не потестировал, прежде чем выкатить проект. Есть вот такие вот косяки. И это самый маленький косяк из того, что здесь еще предстоит нам увидеть. Но, тем не менее, выполнение данного скрипта охрененное. Если его разобрать и посмотреть, да, это Детнетовский скрипт. В Детнете мы садимся в машину, выбираем другой цвет инструмента и переходим на другое занятие. Занятия все те же самые. Плотник, сварщик и работа с отбойным молотком. Здесь это сделано немножко по-другому. Вместо машины мы подходим к прорабу, который внизу, и там выбираем следующую профессию. Вот и все. Скрипт тот же, только немножко переработан. И сделан действительно хорошим, качественным образом. Вас это не напрягает. Вы ходите в одной плоскости на небольшом расстоянии и спокойненько прокачиваете. Мне удалось прокачать первые, там надо было пройти 100 точек для того, чтобы получить следующую специальность. Ну, практически моментально. То есть, как я уже и сказал, вас это вообще никак не напрягает. Единственное, что хотелось бы сказать, что нету никакого пояснения. Ни сколько вы заработали, ни сколько вам осталось точек пробежать, ни сколько вы уже пробежали. Никакого пояснения вообще нету. Что, конечно же, вымораживает. Потому что, чтобы узнать, сколько ты пробежал, надо либо палочки ставить, не знаю, где-нибудь на стене, какие-то засечки себе вырубать, либо постоянно бегать прорабу, у которого есть информация, сколько ты пробежал. Другой информации нету. Ну, и по заработку я вот понятия не имею, сколько я здесь зарабатываю. Понятия не имею. Надо высчитывать. А этим заниматься лень. Я действовал по интуиции. Примерно 100 точек я пробежал. По ощущениям оказалось, что даже больше. Ну, и выглядит это вот, как я и сказал. Возвращаемся к прорабу. То, что на Детнете мы возвращаемся в машину. Там выбираем другой маркер. Здесь мы просто выбираем другую специальность, которая называется уже не плотник, а сварщик. То же самое есть на Детнете. Я показывал. И если перейдете по тем ссылочкам, то поймете, о чем идет речь. Переходим обратно. Также на лифте, хрен знает, каким образом поднимаемся на строительную площадку. И вот так вот она выглядит. Если вы посмотрите те видео, или вы были на тех проектах, вы узнаете, что локация это одна и та же. Ну, вот то же самое. Но только опять, все сделано в одной плоскости. Замечательно. Никуда бегать не надо. Из минусов только могу сказать, что нету направления анимации. То есть, как вы встанете, так и начнется анимация. Встанете по РП к стене, будете варить в сторону стены. Встанете в другую сторону, будете варить воздух. Зачем-то тоже убрано мерцание. Я показывал, сейчас уже не буду, я неоднократно показывал это мерцание сварочного аппарата, когда оно было изначально еще на сборке Детнета. Красиво выглядело. А здесь, если я перестану делать вот это вот движение кадра, убирая замирание, то получится, что мы будем видеть вот это. То есть, человек просто стоит. Просто стоит, ничего не происходит. Это вот результат того, что нету мерцания, нету никакой анимации. Выглядит достаточно глупо. Но, как рабочее занятие, как процесс прокачивания, сделано все здорово. Еще расскажу, никуда бегать не надо. Все те же 9 маркеров на маленьком расстоянии. Бегаем туда-сюда, примерно в голове считаем, сколько нам надо еще пробежать и примерно сколько мы заработали. Никакой информации нету. Ну, а далее опять к тому, что проблемы с нестабильностью данного проекта. В какой-то момент изменилась погода и пропали текстуры вот от слова совсем. Вот так, то, что вы сейчас видите, вот так вот и происходило. Я разговаривал еще с одним игроком, у него было примерно в это же время и примерно то же самое. Тоже пропадали текстуры вообще напрочь. Ну, что ж, опять придется перезаходить. Вообще, перезаходы, особенно при первом посещении проекта, это дело такое привычное. Но столько перезаходов, как на этом проекте, я не делал ни разу. Здесь приходится перезаходить каждые полчаса по той или другой причине. Ну, вот здесь пропали текстуры. До этого были несрабатывания триггеров. Ну, и по разным причинам, но перезаходить приходится очень часто. И, наверное, надо отнести все-таки к плюсам проекта то, что после каждого перезахода персонаж остается там, где я вышел. Хотя на большинстве проектов я перезахожу и почему-то появляюсь после этого в больнице. Ну, здесь я где вышел, там и зашел. Ну, прошло какое-то время, уже светло, и я не показал еще одно направление вот этой вот строительной деятельности, а это работа с отбойным молотком. Все так же получаем комбинезончик, но, вот здесь, но, а куда идти? Маркер горит на карте где-то вообще слева. Открываем карту, смотрим, и, боже мой, это вообще на другой строительной площадке. Как это работает, я не понимаю. Мне нужно пробежать теперь до той строительной площадки, на которую я в самом начале приходил. И бежать туда надо, естественно, пешком, потому что аренды транспорта, я уже говорил, здесь ни хрена нету. бежим через вот такой, ну, сравнительно немалый отрезок на ту первую строительную площадку, чтобы там поработать. Но кто так делает, вот хочется сказать, но кто так делает? Ну что ж, перемещаемся на дальнюю площадку, хотя не знаю, зачем так сделано. Здесь, в общем-то, как и про первые два занятия этого скрипта, никаких претензий нету. Все опять сделано на одной плоскости, маркеры раскиданы на маленьком расстоянии, никуда носиться, бегать, менять этажность. Не надо, занимаемся этим рабочим занятием, спокойненько передвигаясь одного маркера на другой. Как и сказал, сделан вот этот скрипт, разбит, и сделан очень и очень грамотно. Чувствуется, что человек знает и поиграл уже на каких-то, видимо, проектах. Но только, видимо, что не хватает каких-то знаний и умений. И вообще, мне кажется, что данный проект открылся все-таки слишком рано. Он ж очень, он сырой, очень сырой и очень нестабильный. Ну, возвращаясь к рабочему занятию, все сделано прикольно, замечательно. В общем-то, единственное, что я уже говорил, ну, нету никакой информативности, поэтому нужно бегать и узнавать, сколько вам еще осталось, сколько вы заработали через прораба. Ну, а так как прораб-то находится на другой строительной площадке, то здесь бегать придется, ну, туда, потому что здесь стоит только маркер, и через этот маркер мы можем только уволиться. А какую-то подробную информацию здесь узнать нельзя. То ли сломан вот маркер на этом рабочем занятии, то ли он еще вообще не работает, я не знаю, но вот если вы захотите на этом рабочем занятии узнать, сколько вы пробежали, сколько вы заработали, милости просим, бежим через вот, ну, не пол карты, но тем не менее пробежаться придется. Ну, а если вас не устраивает, то бежите обратно. Вот так вот сделано это рабочее занятие. Ну, а само по себе оно прикольное. Ну, здесь мы познакомились еще с одним человечком, который тоже уже здесь играет. Мы пытались разобраться, как же здесь начисляются левела, и как здесь вообще этот экспириенс работает. Выяснилось, что я даже больше работаю, но у меня всего лишь первый левел, а он заходит периодически, и у него уже третий, хотя он особо так и не прокачивается. Как это здесь работает, тоже особо непонятно. Мы полазили, посравнивали характеристики друг друга в планшете, там, где есть список. Никто, в общем, в результате ни к чему и не пришел. Мы не поняли, как здесь работает начисление, и работает ли оно вообще. В общем-то, вот. Но зато он предложил мне подкинуть меня до автошколы, так как здесь до ближайшей аренды надо будет пробежать чуть ли не столько же, сколько до самой автошколы, но он уже зато смог купить машину. А у меня еще не хватает денег на машину. Категории здесь продаются те же самые Б, С, А, ну, в общем-то, все то же самое. Сейчас доедем до автошколы и все это, в общем-то, сами увидим. Ну, а пока мы едем, мы общались, поэтому звук в игре я совсем сейчас выключу. Здесь разговор пойдет о том, что вот данный игрок Николас Форд меня предложил подвезти, и пока мы ехали, мы разговаривали, и я еще не мог никак понять, а что происходит-то, что у человека что-то с руками не в порядке. Мы задели и врезались практически обо все. Оказывается, это вот опять-таки разговор о стабильности и оптимизации данного сервера. На самом деле, то, что вы сейчас видите, это не рукожопость данного игрока, просто он-то едет абсолютно ровно, а я вижу, как он задевает, ну, практически все, что на своем пути. Это вот такой вот рассинхрон на этом проекте, а хотя он построен на Рейдже 1.1, но то, что вы видите, вот происходило, и человек вообще не мог понять, почему я сижу и хохочу. Я его спрашиваю, ты что, вообще не видишь, куда мы едем, блин? А оказывается, он-то едет ровно, просто я вижу вот так вот, такая вот здесь синхра божественная просто. В результате, в конце пути, когда мы приехали, Николас переживал о том, что он разбил всего одну фару, то есть, ну, как же так, новую машину купил и разбил фару, но мы с ним приехали абсолютно на разных машинах. Я ехал вот на том, что вы сейчас видите, а он ехал, у него была одна царапинка, и он случайно задел поворотник, и об этом очень переживал. Я говорю, ты потом вот зайди посмотри на видео, я это все записываю, посмотришь, на какой машине ехал я. Ну, вот такой вот проект, вот такая вот синхра, и вот такой вот здесь, в общем-то, сделана оптимизация и синхронизация. Ну, мы все-таки добрались до автошколы. Я тачку заглушить не могу. Если она у тебя такая, какую я ее вижу, то понятно почему. Она у меня целенькая. Только вот сейчас вмахался. А у меня в хлам разбито. Ну, и это вот к тому, что мы из-за вот этого просто жуткого, я первый раз в жизни вообще вижу такой рассинхрон. Мы видим машины по-разному. Ну, я думаю, что из-за этого же рассинхрона, подойдя на маркер, я не смог с ним взаимодействовать. Мой приятель Николас видит, а я не вижу. То есть, я его вижу, но я жму Е, как сумасшедшее, а ничего не происходит. То же самое было у меня и на строительной площадке. Ну, не работает никакой, и все. Но на строительной площадке я перезаходить не захотел. Ну, а здесь у меня другого выхода нет. Придется опять уже, не помню в какой раз, перезаходить. Очень неустойчивый и нестабильный проект. И, к сожалению, после того, как я вышел, Николас предложил подождать меня, чтобы отвезти обратно. Он тоже прекрасно понимает, что с транспортом на этом проекте, ну, полная задница. Но я не смог вовремя перезайти. Я вышел, и в этот момент раздался звонок, который отвлек меня от записи как минимум на 2 часа. Мне пришлось заниматься немножко другими делами. Поэтому я, к сожалению, не смог вернуться, жай, потому что я пообещал Николасу, что сейчас вернусь, но так и не вернулся. Но после перезахода вы можете заметить, картина все то же самое. Такая же машина и похожий человек. Но это уже был не Николас. Этого человека, я не знаю, так с ним постояли, потрещали, и он уехал. Николас меня, естественно, не дождался, так как я перезашел уже спустя, по-моему, больше, чем 2 часа. Ну, а сама автошкола выглядит вот таким вот образом. Не могу сказать, что она мне сильно понравилась. Маленький класс, такая вот, деревенская школа, наверное, по этой же причине ее и вынесли вот сюда, вот в Палета Бэй, хотя место, ну, просто отвратительнейшее, отвратительнейшее. Особенно для новичка, которому не на чем до сюда добраться. Да и вообще, какой смысл выносить вот сюда автошколу, я тоже не понял. Все рабочие занятия, для которых нужны права, находятся в городе, а автошкола за городом. Где логика, где вообще здравый смысл, я не понял. Ну, это дело разработчика, вот он видит так, ну, пускай он так и видит. В общем, сдаем мы на права, как вы видите, надо проехаться вокруг квартала. Кстати говоря, про права тоже, ну, я бы сказал, сделано все компактно. Едем один круг вокруг квартала, потом вот по этой, ну, на мой взгляд, абсолютно нелепой площадке, которая выглядит, ну, вы сейчас видите, ну, нелепость, господи, тут и говорить-то нечего, какая-то нелепость. По ней проезжаем, все, мы сдали на категорию. Стоимость категории, ну, я бы сказал, запредельная. Стоимость одной категории 20 тысяч, другой 30 тысяч, то есть в результате надо 50 тысяч. Минимальная стоимость автомобиля 150. То есть, чтобы мне быть автономным, так сказать, и больше не нуждаться ни в какой аренде, который здесь и так-то кот наплакал, мне нужно как минимум 200 тысяч. Ну, а что же здесь по рабочим занятиям? Давайте двигаться дальше. Я уже показал вам полуработающую, полу неработающую, с какими-то непонятными пробегами работу строителя, которая, в принципе, выполнена неплохо, просто там куча косяков и багов. Вот и все. Хочется посмотреть еще на какие-то рабочие занятия, и одно из них представлено прямо здесь, в Палета Бэй. Называется работа Мясник. Заходим, да, стоит такой антуражный человек, написано Мясник, а дальше Курьерская доставка. Как это работает? Мясник и Курьерские доставки. И не особо понятно. Ну, ладно, что написано, то написано, как говорится. Устраиваемся, и тут мы получаем форму, принадлежащую электрику с сборки Red Edge. Как это работает? Что это такое? Я хрен его знаю. Ну, если бы на этом все закончилось, горит маркер, как видите, да, заходим на него и, в общем-то, выходим с него. Можно еще раз на него зайти, ну, а после этого можно с этого маркера выйти. после чего можно опять зайти или выйти, это уже на ваше усмотрение. В любом случае, ни хрена не произойдет. И информации о том, что этот электрик-курьер мясник не работает, вы тоже нигде не увидите. Маркер есть, все взаимодействия есть. Информации о том, что вы придете сюда просто так, проделая вот такой здоровенный путь с Лос-Антоса до Палета Бэй, нету нигде. Вот вся работа, которая есть в Палета Бэй. Короче, она вообще никак не работает. Я не знаю, зачем. Если не работает, ну, убери ты ее на время. Ну, не отвлекай людей, которые заходят на проект. Потому что все, с кем я разговаривал, все были здесь и все знают, да-да, она не работает. Я уже посмотрел. То есть, каждый пройдет через это испытание с мучением. Для меня лично непонятно. Вот ты открываешь проекты, ты знаешь, что у тебя ряд каких-то там рабочих занятий или еще каких-то механик не работают. Ну, так зачем ты ставишь тогда метку на карте? Дай какую-то информацию для игроков. Ты открыл проект для игроков. А получается так, что ты просто гоняешь их по проекту, не давая мне аренды, ни машины, ни хрена не давая. Просто ты побегай, прибеги, ударься, блин, головой об стену, пойми, что это рабочее занятие не работает, блин, ну зачем так делать? Потерять репутацию, ну это доли секунды. А вот восстановить после таких вот косяков репутацию будет очень сложно. Поэтому я и сказал заранее, что проект открылся слишком рано. Если столько косяков, ну зачем ты открываешь проект? Вот сейчас я вам показал меню инвентаря, в который почему-то убрали индикатор сытости. Здесь нету сытости и жажды, здесь просто сытость. Ну, а индикатора в интерфейсе нету. Нужно открыть инвентарь, и посмотреть, хочешь ты жрать или нет. Следующее, магазина рядом нету. Вот есть населенный пункт, дома, автошкола, рабочие занятия, а магазина нету. Ближайший магазин находится, ну, в приличном отдалении, где ничего нету. Опять, ну где логика? Ну где логика? Вот ключевые точки, поставь здесь магазин. Нет, магазин стоит хрен его знает где. Почему не поставить магазин прямо в Палетабейт? Там, кстати, есть и заправка, и уже сделанный вот такой же, как и здесь вот, внутри магазинчик. Но, к сожалению, вот он на таком отдалении стоит. Ну, а к самому магазину, кстати, претензий вообще нет никаких. Все нарисовано очень красиво, доступно. Что мне понравилось, здесь написано шаверма. А шаверма, так говорят у нас в Питере. Может быть, разработчик тоже из Питера. Вообще, где бы вы ни ездили, в любом регионе, называется шаверма. И только в Питере у нас она называется шаверма. И вот здесь тоже продается не шаверма, а шаверма. Наверное, разработчик хотя бы данного магазина каким-то образом относится к Санкт-Петербургу. Ну, хоть что-то, но все равно приятно. Ну, а дальше через меню инвентаря начинаем поглощать то, что мы купили. И здесь же стоит, как вы видите, индикатор голода. Сытость, вернее, жажда нету. Есть просто один обобщенный такой вот индикатор. Ну и ладно, нам надо двигаться дальше. А дальше следующее рабочее занятие называется оно, в отличие от мясника, действительно курьер. Не знаю, как здесь работает и мясник курьер, и здесь курьер. Ну, в общем, вот это вот курьерская доставка. Идем сюда. Выглядит все вот таким вот образом, но придя сюда, выясняется, что нам нужен шестой уровень для того, чтобы работать вот на этой работе. Я с горем пополам достиг второго. И то мы, как я уже говорил, мы так и не поняли, как начисляется. Начисляется абсолютно рандомно. Человек вообще говорит, я уходил, у меня был первый уровень, зашел когда, второй раз уже на проект, у меня уже был второй, хотя ничего не делал. Не знаю, вот я говорю, мы стояли, разговаривали, как это работает, хрен его знает. Ну и тем не менее, на проекте всего одно занятие, строитель. И даже вот курьерская служба и то шестой уровень. Но есть еще одно рабочее занятие, и как я слышал, здесь можно возить ботов. То есть, если нету игроков, то можно возить ботов. Но и здесь все сделано, я бы сказал, через задницу. Во-первых, здесь можно устроиться. Хотя требуется четвертый уровень. Я уже обрадовался, думал, ну сейчас возьмем машину в аренду, покатаемся. Но хрен там. Нужен четвертый уровень. Повторюсь, что я еле-еле, блин, дождался, когда у меня загорится второй уровень. Хотя, в статистике у меня написано ноль часов. То есть, я вообще нисколько не работал. И нисколько не сидел на этом проекте. Как это работает, я не знаю. Действительно, не знаю. Ну, а больше здесь показать нечего. Единственное, что хотелось бы, наверное, показать или затронуть, это магазин автомобилей. Ну, и естественно, что расположен он, ну, настолько уже в затертом и затасканном месте. Хотя, это место, как сказать, он да, затасканный на каждом проекте. Здесь будет автосалон. Ну, так он здесь стоит изначально, как бы еще даже по лору и по самой игре, по синглплеерной версии. Здесь стоит автосалон. В общем-то, глупо его, конечно, не задействовать. Ну, с другой стороны, ну, надоел уже один и тот же автосалон. Ну, а как он выглядит, вы сейчас видите. То ли это баг, то ли это недоработка. Я не знаю, что это. Перезаходить мне уже было лень. Но, чтобы я не нажимал, машинки не появляются. Вот их нету и все. Как покупать, я не знаю. Ну, цены вы сейчас видите. И, в принципе, к этому оформлению, то можно было бы даже сказать, что оно красивое, здоровское, если бы оно работало. Видите, есть подразделения по моделям, да, по брендовым значкам. Все замечательно, здорово, только вы не увидите ни одной машины. И, в соответствии с тем, что машин-то не видно, и покраска тогда зачем нужна, ну, я хрен знает. Ну, я не знаю, вот как это работает действительно. Вот такой вот магазин, вот так вот это каким-то образом сделано. То ли баг это, блин, я не знаю. То ли так задумано, что машины вы не увидите. Ну, вот, вот, в общем, вот. Как я и говорил, самая минимальная машина Шаха стоит 150 тысяч. Где их взять? Ну, я хрен знает, ни одно рабочее занятие-то не работает, кроме стройки. Ну, значит, выход один. Либо АФКшить до посинения, просто заходить сюда на проект, АФКшить, АФКшить, с надеждой, что там счетчик и ловелов все-таки будет когда-нибудь работать нормально-то или нет. Я не знаю, правда, как там начисляется. У меня до сих пор, я выходил, у меня было ноль часов написано. Вот ноль и все. Он просто, ну, скорее всего, просто счетчик не работает. Как-то там в логах игры-то, видимо, пишется, потому что у людей есть и третий, хотя человек с третьим уровнем тоже говорит, я не понял. Три раза заходил, третий уровень появился. Бог его знает, как это работает. Ну, либо вот горбатиться на образе строительной площадки, то есть берете максимальная, это работа с отбойным молотком, ну, и часами, как дурачок, стоите, долбите, 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 потому что проект больше ничего вам не предлагает. Вот ничего нету. Даже сраная работа мясника и та не работает. Такси закрыты, четвертый уровень. Доставщик курьерский, шестой уровень. На дальнобойщика я даже не пошел. Это еще одно занятие, которое здесь есть. Я представляю, какой уровень нужен там, поэтому я даже и не пошел смотреть. Скорее всего, это будет вырезка из Red Age, потому что я уже побегал по проекту, видел там загрузка, разгрузка, где горит именно в Red Age стиле. Поэтому я вначале сказал, что скорее всего, данный проект взял за основу Red Age сборку. Просто ее здорово перелопатил, до неузнаваемости, я бы сказал так. Поэтому работу дальнобойщика я даже и не покажу, и да и нет в этом смысла. В общем, заходите на проект, и до посинения долбитесь на строительной площадке. А больше показателей рассказать на этом проекте мне нечего. Как я и говорил в самом начале этого обзора, что проект сырой, и зря они так рано открылись. Я вообще не понимаю, зачем открывать проект, который, ну, в принципе, еще не рабочий. Испортить свою репутацию, испортить репутацию проекта, это легко. А вот восстановиться потом будет сложно. Нету на данный момент здесь онлайна. И если будет так продолжаться, онлайн и не появится, потому что просто нету базы, нечем людям заниматься. Люди заходят, смотрят, плюются и уходят. И потом убедить их, что мы все исправили и все сделали, теперь у нас лучше проект, будет очень сложно. Поэтому я всегда говорил, что спешить не надо. Не зря придумана поговорка поспешишь, людей насмешишь. И вот проект, который открылся, а, в общем-то, заходя на него, даже и позаниматься нечем. Я уже сказал и показал все негативные стороны, все плюсовые стороны, да, что здесь есть хорошего, я все показал, рассказал. Ну, а, в общем-то, принимать решение, играть здесь или нет, это уже, наверное, дело ваше. Мне больше показать нечего. Спасибо всем, кто посмотрел. Заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok